Ну, друзья, Маткульт, привет! Ну что, сейчас Мишенька расскажет, как он ездил на чемпионат Европы по Рэнзю. Я занимаюсь Рэнзю и еще с первого... ну, занимаюсь с третьего класса, но ездил еще с первого класса. Там Епифанов ездил с нами, он у нас вел Рэнзю, собственно. И в этом году я решил, что, у меня лет свободное, можно сгонять в Турцию на чемпионат Европы, делать нечего. Там мало человек приехало, потому что... Потому что, да. Ну, неважно. Вот, но в итоге там 17 человек всего участвовало, я из них седьмое место занял. Круто! Седьмое место в Европе. Соответственно, в своей весовой категории, можно сказать, которая... ну, возрастной. Второе место, то есть, ну, нормально сыграл, даже хорошо, наверное, сыграл. И еще от России несколько человек, да, были? Да, там было несколько человек, ну, понятно. Потом был эстонец, да? Было два эстонца, был один человек из Германии. Русский. Вот, да, русский. Было два турка. Ну, нормально, короче. Хорошая компания была. Вот. И в последнем туре у меня выпал чемпион Европы 2008 года. Это эстонец... Айва. 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 Да. Вот. И, соответственно, каким-то образом я его умудрился дрюкнуть. Понятно, каким, потому что я поставил угрозу. У него такой стиль, он делает ходы не думая, но... Я, кстати, возможно, Дима про это тоже скажу. Интуитивный гений, да? Я думаю, что Дима про это скажет, но, возможно, я повторюсь. Короче, он делает ходы не думая, но у него почти всегда нехорошо получается все равно. Почти всех обы не думая. Вот. Но здесь я его как-то смог поймать, так что он сходил куда-то, и это был проигрыш чисто. А если бы сходил не в настолько очевидное место и подумал, то я бы от него отлетел, конечно. Вот. И, собственно, Дима решил эту партию разобрать, потому что, ну, интересно, она не длинная. Капабланко и Лин Женевский. Помнишь, да, великую партию? Капабланко за несколько лет подряд вообще ни одной шахматной партии не проиграл. Ага. Вот. Кроме одной. Нашему советскому гроссмейстеру Ильину Женевскому. Было так, что он земнул коня в самом начале Капабланко. И дальше Ильин Женевский планомерно, медленно, 80 ходов с лишним, даже малого до победы, и Капабланко сопротивлялся как только мог. Ну, я, конечно, не гроссмейстер. Ну, что же, приглашаем Диму Епифанова разобрать эту партию. Маткульт, привет. С вами канал Тигр в клетке и его ведущий Дмитрий Епифанов. Я рассказываю про физику, про Рензию, про разное. И сегодня я расскажу вам про одну из партий последнего тура чемпионата Европы по Рензию, в которой Миша Саватеев рубился с экс-чемпионом Европы, эстонцем Айво Оллен. И вот что у них было. Они играли по регламенту Рогучи-10. Это очень сложные слова, я сейчас немножко про них расскажу. Вкратце, идея такая. Нужно в течение первых пяти ходов, нам нужно как-то уравнять шансы сторон. Давайте просто сделаем деление пирога пополам. Один игрок делает ход, а второй может, имеет возможность, не обязательно это делать, но имеет возможность выбрать цвет, которым он будет играть, черными или белыми дальше. И так можно делать хоть даже на каждом ходу, вплоть до пятого. Вот, включительно. Соответственно, тот, кто ставит пятый ход, должен поставить нечто очень равное, чтобы его соперник не выбрал тот цвет, которому лучше. И когда ты даже ставишь четвертый ход, нужно ставить такой четвертый ход, чтобы у него имелась возможность поставить пятый, который даст равную игру. Иначе есть риски. Вот. Ну, кроме этого, есть еще одно правило для того, чтобы не уходили в какие-то там адские обострения, чтобы не случались какие-то там, не знаю, четвертые и пятые домашние, заготовленные, проанализированные в пух и прах. И совершенно невозможно угадать, и слишком много, невозможно все это знать, да, за доской не разберешься. Вот чтобы всего этого избежать, дополнительное правило. Вот, если поставлен какой-то борщевой четвертый ход, можно соперник, не тот, кто ставил четвертый ход, имеет возможность поставить 10 пятых, зафиксировать себе, застолбить черный цвет. Ну и понятно, да, там покидали вокруг центрального скопления 10 разных вариантов, наверное, найдется 10 выиграющих, получится сыграть. Ну вот, и наш Миша, получив в ответ на свой первый вертикальный, любимый такой дебют есть в Рензу, получив четвертый ход от Айвэ Ольда, вполне игровой, нормальный, здесь 8 пятых. Но Миша наш, ух, и он решил, что можно поставить здесь 10 пятых, и давайте я вам их покажу. Вот, я сейчас их все понатыкаю. Нельзя ставить симметричные, правила ограничивают. Вот, смотрите, это я натыкал сейчас по К8, это 8 нормальных. Но Миша поставил 10. И я не знаю, о чем думал Айва в этот момент, когда ему поставили 10 пятых. Айва прекрасно понимает, что их здесь 8, что, ну есть какие-то еще маргинальные, там есть К7, там, да. К8 проигрывает довольно сложно, там, по-моему, Ай8 надо отвечать, ну, там, какая-то возня, каша. Но то, что К10 проигрывает, просто можно было, мне кажется, за доской разобраться. Но то ли Айва хотел посмотреть, что из себя представляет московский Рензист, то ли, не знаю, то ли просто какие-то игровые решения принял, тогда, получается, не очень корректное. Айва оставил игровой пятый ход, не слабейший. Конечно, по уму, что надо посидеть, опровергнуть один из неигровых и выиграть. Оставил пятый ход. Шестой ход Миша угадал, нашел, разобрался в позиции. Седьмой. А, шестой ход ставил Айва, потому что Айва все уже, он поставил четвертый ход, и за это, получив 10 пятых, получил белый цвет. Ну вот, Миша сделал вполне очевидный седьмой. Тут, может быть, тут есть и альтернативы этому. Есть, например, такой седьмой ход с каким-то таким вот вариантиком. И получается, что тут у белых есть какая-то атака слева, там сюда, например, играют, там еще. Ну и взамен на это у черных есть какая-то тоже своя активность. А если играть сюда, то тут, смотрите, белые спокойно закрывают пару. Из-за того, что черным, в принципе, черным нельзя ставить две тройки разом. Вот эти вот пункты становятся... Одну троечку отыграешь, вторая, и пункт становится зафаленным. Поэтому это хочется разыгрывать. А тут как не разыгрывать, тут получится, что у черных атака без выигрыша будет на каком-нибудь из флангов. Белым надо только немножко потерпеть, доокружить и съесть несчастных черных. Вот. Поэтому Миша, пытаясь от всего этого спастись, придумал вот такой план. Вообще сильнейший ход сюда здесь. Такой ненавязчивый, тонкий, важный пункт у белых отбирает. Цепкий такой, он соединяет фланги. Хороший ход. Но Миша его не нашел. Нашел вот такое вот продолжение. И здесь Айва сыграл... Видимо, это какой-то естественный ход. Айва вообще часто очень быстро делает естественные ходы, которые, как правило, неплохи. Но... Ну, нет, давайте я все-таки покажу сильнейший. Сильнейший ход, который вот как бы сразу хочется сделать. Не знаю, почему он не сделал Айва. Сюда. Казалось бы, чем Миша сделал хорошо? Он от этого фола убежал, потому что теперь, если сыграть тройку, то теперь уже в Ай-8 у нас будет четыре на три вилка. Но она не работает, потому что, если белые закрываются, черные играют четверку, белые закрывают четверку, и черные проигрываются, еще потом пять будет. Черным придется закрываться, и... Получается позиция, ну, с таким динамическим равновесием. Не очень понятно, за кого она. Кажется, что она не должна быть за черных. Слишком много у белых сейчас есть возможностей. Вот. Я бы оценил ее как сильно в пользу белых. Ну, и, наверное, это не единственное, что тут можно сделать. Но, так или иначе... Айва... Это Айва. Он сходил сюда довольно быстро. И Миша призадумался тут, потратил общей сложности на партию час. И я точно не берусь судить, но я почти уверен, что... То есть я уверен. Это может быть неверно с небольшой вероятностью, но я уверен, что вот в этот момент Миша уже насчитал все, что надо было насчитать. Итак, в партии последовала троечка. Ее можно закрывать только справа, иначе четыре на три. Довольно простая угроза. Троечка. Дети такие штуки, конечно, закрывают снизу, чтобы наших было побольше. Мы там защитимся, а потом нам же атаковать. Но нет, конечно, взрослые дяденьки защищаются оптимально. Дальше четыре. Здесь, понятно, Миша уже точно расставлял. Найденный выигрыш. А мы с вами просто последим за ходом его мыслей. Дальше, если просто навешивать стройку, может что-то не получится. Такой вот хороший, аккуратный план. Такая троечка. Если закрывать ее сверху, то черные играют... Отыгрывают вот такую четверочку. И ставят то, что мы иногда в секции называем домиком. Ой, тут даже... Сколько тут угроз? Это же ужас. Смотрите, 4 на 3 угроза раз. 4 на 3 угроза два. Еще можно сыграть 4, 4 на 3, 3. От всего этого совместно защититься невозможно. Можно брать какую-нибудь одну из угроз, другая осуществится. Ну и если там какие-то свои угрозы ставить, да, то он не защитился же. Придется ходить сюда белыми, чтобы пятерки не было. Открытая четверка, черный выиграл. Вот. Чтобы этого всего не случилось, Айва закрыл сюда. Ну и тут тоже простая идея. Угроза 4 на 3. Кстати, обратите внимание, да, рензисты не любят отыгрывать четверки, тройки, потому что зачем только больше защитных камней у противника возникнет. В данной позиции это не важно, но все равно мне как тренеру приятно, что с пониманием был сделан ход. Тут не важно. Можно сыграть четверку, потом тройку. Можно сразу повесить. Называется обозначением, да, угроза 4 на 3. Но приятно, когда культурно выигрывают. Ну и ввиду угрозы D9-D10 с неизбежным выигрышем черных, Айва Оля снают часы. Ну и это прям очень круто. Несмотря на то, что, конечно, Миша нашему помогли. Белые тут и на этапе выбора пятого хода непонятен этот выбор. И затем, ну, посиди ты подумай, ну, что это такое, ты видишь эту позицию в первый раз, что за десятый ход. Но, тем не менее, ну, да, даже если и расслабился соперник, все равно надо суметь этим воспользоваться, и Мишка молодец. Вот. Такие вот новости из нашего уютненького чемпионатика. Вот. Все. На этом все. Маткульт привет. Подписывайтесь на канал Тигр в клетке. Смотрите, что у нас там есть. Там есть правила Рензи. Можете разобраться. Это очень простая игра. И все, мне кажется, все математики должны ее любить, потому что она как-то очень близка математике. Вот. Ладно. Всем пока. Продолжение следует...